Привет, друзья! И сегодня я гуляю блогеров по Воронежу. Экскурсия в Воронеж для москвичей. Кажется, я вас узнаю! Привет-привет! Канал называется «Путешествие с Серегой и Аней». Канал о путешествиях по миру и России. Подписываемся, ставим лайк, нажимаем колокольчик и путешествуем вместе с ребятами. Ссылочка будет в описании. Как житель Воронежа, по словарю Ожегова, я являюсь жлобкой. И вот сейчас я буду избавляться от своей жлобской натуре в Воронеже, прямо на площади. Наш маршрут начинается от цирка, а точнее от солнечного рая. Первое место, до которого мы добрались, это интерактивный лечебный стул. Лечебный стул от жлобства! Я, конечно, крайне не согласна с Ожеговым, но пошутить на тему жлобства люблю. Хотя со стороны, конечно же, виднее. Дело в том, что по словарю Ожегова, жлоб – это разжевровывается как житель Воронежской области. В современном мире слово «жлоб» приобрело негативный окрас. Ритуал восседания на лечебном стуле полезен абсолютно всем людям. Лечебный стул установлен в сквере Платонова у администрации области. Стул работает круглосуточно, круглогодично и подзаряжается от космоса. Какие ощущения? Ощущение прям жлобства уходит, уходит. Оно уходит вверх в космос или вниз в землю? Оно уходит вниз в землю, а из космоса приходит антижлобство. Если долго посидеть, то все, можно вообще в идеальном стать и все. Так что долго сидеть нельзя. Все, встаем. Это театр, да, Павел? Да, 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 это театр. Опера и балета. Основанный в 1931 году как театр музыкальной комедии. А театром оперы и балета стал в 1968 году. И следующая обзорная, или точнее обжорная точка нашей экскурсии – это Воронежский центральный рынок. Открою вам маленький секрет, что сытый гость – это довольный гость. Поэтому рынок у меня стоит одной из первых достопримечательностей, которую мы посещаем. Что показывать людям из Москвы? Конечно же, центральный воронежский рынок, потому что это достопримечательность Воронежа. Много-много вкусняшек. Вкусняшки, да. Сало и конфеты, да? Ой, сало обязательно надо попробовать воронежское, да. Семечки, сало, квас с ментолом, кстати. Это ни в каком городе нет кваса с ментолом, это очень важно. Так, не буду так говорить. В общем, воронеж славится своим квасом с ментолом. Может быть, в другом городе, конечно, и есть. Завидуйте, завидуйте! Вот воронеже пришли тоже самокаты. Заселье этих самокатов. Далее неспешная прогулка по проспекту Революции в бывшем это Большая Дворянская улица. С его пряничными, уютными домиками, приятными разговорами, уличными музыкантами, клумбами и монументами. И, конечно же, магазинами. А моя любимая площадь и сам театр кукол сейчас не в лучшем состоянии, но обязательную программу нужно соблюдать. Побывать у театра кукол и сфотографироваться с белым бимом, черное ухо. В прошлом архитектурный ансамбль выглядел вот так, сохранилось фото. Стильно, лаконично, благородно. Но в какой-то момент что-то пошло не так. И справа амфилады сделали торговые площади, обшили все стеклом, налепили разноцветные вывески. А сейчас и крышу поменяли на китчево-золотую. В Воронеже, конечно, огромная проблема с дизайн-кодом. Все как в 90-е. Я думаю, что я могу стать экскурсоводом по Воронежу, если что-то в моей художественной карьере пойдет не так. Чернишевского и Черняховского я уже выучила. Если вы понимаете, о чем я говорю, ставьте лайк, и я посмотрю, сколько нас. Моя любимая Бристоль. Как же я могу ее не показать. Гостиница Бристоль. Жемчужина города, выполненная в стиле модерн. Проспект Революция, 43. Построена в 1910 году по проекту архитектора Фурманова. Я обожаю гулять по проспекту Революции. В прошлом Большой Дворянской, как я уже упоминала. Почти весь туристический центр сосредоточен здесь. Конечно, если заглянуть в прилегающие улочки, много всего интересного можно найти и там. Но мы с вами смотрим достопримечательности Воронежа, которые можно посмотреть за один день. Поэтому далеко от центра города уходить не будем. Девушка, а вы кто? А вы почему нас снимаете? Понравилось бы мне. На каком основании меня снимаете? Я думаю, надо их заснять. Что-то они снимают. На каком основании меня снимаете? Пробивите ваши документы. В удостоверение, пожалуйста. Из-за ремонтных работ мы так и не добрались до Петровского сквера и ЮВЖД. Но если вы будете в Воронеже после реконструкции тротуаров, то советую вам дойти до Петровского сквера, посмотреть на фонтаны, на Петра, которые показывают вам, что смотрите на ЮВЖД, и на само прекрасное здание Управления Юго-Восточной Железной Дороги. От проспекта Революция заворачиваем на Площадь Победы. Ее создали в честь памяти защитников Великой Отечественной войны, защитников Воронежа в 1975 году. Здесь находится сам монумент, фонтаны и стелла. Но главное, что нас интересует, это обзорная площадка с правого берега на левый берег. Это одна из немногих обзорных площадок, которая осталась в открытом доступе и пользовании. Воронеже тоже есть арт-съемки. Наверное, реклама пленки для теплиц. Нет, что-то, конечно. Я думаю, так. А сейчас пришло время моих любимых неофициальных достопримечательностей города Воронежа. Чтобы попасть к волосатому дому или волосатой стене, нужно свернуть с проспекта Революции и дойти до дома 35, проспект Революции, 35. Для города Воронежа она не туристическая. Это вот местный только знает, что это волосатый дом. К сожалению, на стену вывели большое количество вытяжек, разных коммуникаций из-за того, что в этом доме сделали кафе. И общий вид волосатой стены очень сильно пострадал. Скажем так, масштаб уменьшился этих волос. И как я люблю говорить, что когда смотришь на эту волосатую стену снизу вверх, она похожа на волосатые ноги великана. Следующая точка нашей экскурсии – это дом с совой. Очень часто, когда я говорю дом с совой, людям слышится дом с собой. Нет, вы не будете дом с собой забирать, мы придем к дому с совой. В прошлом это небольшой доходный дом Замятина, расположенный по адресу улица Алексеевского, 12. Показываю дом с совой. Есть мнение, что на доме несколько масонских символов и сова на еловой ветке. У дома есть легенда, считается, что если поцеловаться под балконом с совой, то отношения будут долгими и счастливыми. Я не проверяла, но вы можете проверить. Архитектор строил дом для своей семьи, ну и он еще был доходным. Если учесть, что при смене власти ему пришлось отдать дом, как бы раскулачивание произошло, то счастье у дома какое-то сомнительное. Но это лично мое мнение. И очень обидно, что дом с совой в данный момент находится в плачевном состоянии. А эта достопримечательность в Воронеже такая же, как гостиница Бристоль. Чем он хуже? Тем более он с такой интересной изюминкой, у него есть история. Я очень надеюсь, что это скоро изменится. От дома с совой переходим дорогу и попадаем в Советский сквер. С масштабными детскими площадками, роллерами, скейтерами, велосипедистами и концертным залом в прошлом Драматический театр. Тут же есть фонтаны. И вообще это огромная площадь, прогулочная и зона отдыха. Здесь собираются музыканты и торговцы всякой всячины и мелочи. И летом площадь превращается просто в оазис прохлады и водных процедур. В Воронеже не обязательно ждать 2 августа, Дня десантника, чтобы весело искупаться в фонтане. Конечно, я показала вам и ребятам далеко не все достопримечательности. Их в Воронеже намного больше. Воронеж красивый, уютный город и особенно в центре, и особенно лето. Я советую вам посмотреть еще Адмиралтевскую площадь, корабль Готопрадестинацию, косунка с улицы Лизякова. И вообще еще очень много всего интересного скрывается в закоулочках. Что вам интересно будет, открыть, найти самим. А еще в Воронеже и Воронежской области много других достопримечательностей и объектов, на которые нужно потратить целый день, а то и два, на их изучение. Но о них я буду рассказывать уже в отдельных роликах, прям буду посвящать целый выпуск. А белый колодец уже отснят, и вы можете найти его по ссылке в описании. И дальше, пройдя по аллее с треугольниками, кстати, они очень круто смотрятся ночью, они все светятся, такая потрясающая аллея, но я вам этого не покажу, для того, чтобы у вас осталась интрига, и вы приехали, и с вами посмотрели, погуляли по этому скверику, коридорчику и светящихся треугольников. С советского сквера мы попадаем с вами к каменному мосту. Каменный мост – это старейший символ Воронежа, его можно увидеть на сувенирной продукции, там магнитики, конфеты. Находится он на пересечении улицы Карла Маркса и Чернышевского. Мост построен по проекту архитектора Блицына в 1826 году. Длина моста не превышает 10 метров. И далее, неспешно прогуливаясь, осматривая эти примечательности Воронежа, мы вернулись к Кольцовскому скверу. А от Кольцовского сквера мы попадаем уже на площадь Ленина, на которой нас ждет Ленин и показывает нам, до сих пор указывает нам светлое будущее там, где-то впереди. Вернее, если смотреть на нашего Ленина, то позади уже нас. Как вам Воронеж? Отлично, супер. Первое впечатление, вот сегодня приехали, прям такой тихий, прекрасный городок. Дружелюбный, атмосферный, зеленый, самое главное зеленый, много парков, как бы есть где погулять, отдохнуть и молодежи, и кому за 80. Так что приезжайте, гуляйте, не стесняйтесь. А архитектура прекрасная, архитектура. Обязательно приедем. Приедем, вернемся. На Новый год. У ребят есть свой канал, как я уже говорила в начале. Проходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Они тоже путешествуют. И снимали про Воронеж. Посмотрите, что они наснимали про наш город. Благодарим нашего нового теперь друга Эль за то, что она провела с нами целый вечер, показала Воронеж. Очень приятно. А на сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И на моем канале будет еще очень много всего интересного про Воронеж, дислексию, психологию, путешествия и не только. От сердца в сердце. Обнимаю вас. До скорых встреч в новых роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok